Движение ГТО с каждым годом набирает скорость. Ярославу Петропавловских всего 6 лет, а он уже сдал нормативы первой ступени. И, к слову, даже получил золотой значок. Помимо этого, Ярослав с трех лет занимается греко-римской борьбой и смешанными единоборствами. И не по годам своим отжимается целых 150 раз. Ну, мы тоже это все постепенно, естественно, не за один раз. Мы на прогулках потихонечку отжимались понемножку, понемножку, понемножку. Ну, ему это понравилось, и он, в принципе, сам с удовольствием отжимается. Мы поставили перед собой цель пойти в первый класс с золотым значком ГТО. Вот, постепенно готовились к этому в течение, наверное, полутора лет. Все эти упражнения прорабатывали, делали. Ну, и в конечном итоге мы добились цели. Я, потому что много заниматься, вот и мне ничего не сложно. Для тех, кто не знает, ГТО расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Это нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Включает в себя 11 ступеней, а именно возрастных групп. Виды и количество испытаний, а также нормативы, меняются в зависимости от пола и возраста жителей. Существует три вида наград значки – золотой, серебряный и бронзовый. Разницу между ними чаще всего определяют буквально секунды. Для школьников это большой плюс, для выпускников это при поступлении им добавляются баллы до 10 баллов. Выпускникам, а взрослого населения, некоторые для себя, чтобы проверить, насколько они подготовлены и выполняют нормы. Некоторым на работе какое-то стимулирование все-таки есть, небольшое, но все-таки в зависимости от работодателя. За полгода, за вот эти первые два квартала приняло участие, приступили к выполнению 3,5 тысячи человек. Из них знаков уже получено, 617 знаков получено за первое полугодие. В том году было меньше, раза в полтора меньше. У нас есть возрастные, конечно, участники, это 11 ступень, это 70 лет и старше. У нас принимало участие таких человек 5-6, причем они все сдали на золотые знаки отличия, они прям такие все подготовленные. За 70, 77 лет, 78 лет женщины есть такие у нас. Одним из таких возрастных участников 11 ступени ГТО является Зоя Проскурякова, которой на минуточку 79 лет. Первый свой значок, золотой, она получила еще в молодости. Ко всему прочему, Зоя Николаевна вот уже около 10 лет тренирует в группе здоровья, которая нацелена на поддержание физической формы пенсионеров. Нам только осталось лыжи, лыжи только осталось, и все, и мы все сдали хорошо. Мы с девочками встали, горьбой, и пошли. У нас было сколько? Человек 10 точно было, как не больше. Кто-то сдает нормативы ГТО, а кто-то вносит свой вклад в популяризацию готовности к здоровому образу жизни. Библиотека Лидия Гладунова предложила свой проект по созданию талисмана ГТО. По условиям нужно было представить 5 вариантов. На всю работу у Лидии ушла неделя. Пройдя городской уровень, ее рисунки допустили к всероссийскому открытому голосованию. Я так думаю, что была верная рассылка положения о конкурсе по всем учреждениям культуры и спорта нашего города. Как-то втянулась в работу сначала, а задача она, конечно, была таким заданием, а потом даже интересно стало. Работа выполнена в Короле. Она многослойна. Если мы рассмотрим послойно рисунок, то он состоит из нескольких слоев. Набирается общий контур, адрес животного. Картинка выбрал, как он выглядит. Начинается работа вот так вот. По узлам. Больше всего пришлось поработать с верблюдиком, потому что это был первый образ. А потом уже было как-то все полегче. И настроение появилось. Даже интересно было выполнять эту работу. Лидия Гладунова спортом почти не занимается. Но теперь решила следить за движением ГТО. К слову, нормы ГТО сдаются исключительно на добровольной основе. Главное быть в хорошей физической форме. Для прохождения тестирования необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и медицинскую справку.